Приветствую! Поговорим об уклонении от воинского учета. Прошу не путать с уклонением от мобилизации. Здесь речь пойдет о статье 337 Уголовного кодекса Украины. И мы еще раз посмотрим, какое же наказание предусмотрено этой статьей, посмотрим, какие приговоры были вынесены в августе 2023 года по этой статье, и в конце я скажу кое-что интересное. Ну, скажу то, в чем я ошибался, где была моя ошибка. Это касается тех зрителей, которые давно смотрят мой канал. Итак, первый момент. Что же это за статья 337 Уголовного кодекса Украины? Давайте посмотрим непосредственно сам кодекс. Вот эта статья. Називається она «Ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів». И вот смотрим текст ее. «Ухилення призовника військовозобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та соціальної підтримки, керівниками відповідних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвитки України. «Карається штрафом від 300 до 500 оподаткованних минимумів доходів громадян або виправними роботами на срок до одного року». Итак, во-первых, да, мы будем смотреть не полностью разбирать эту статью, а как раз в контексте военнообязанных. Вот мы видим здесь, да, военнообязанные являются субъектами преступления по данной статье. И о них именно и поговорим. Итак, чтобы привлечь военнообязанного к уголовной ответственности по этой статье, в ней указано обязательно условие після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП. То есть вот это є обязательное условие. Не просто сам факт уклонення від воїнського учета, а уклонення после того, как человека предупредили о том, что он може уклоняться, і в случае уклонення його будуть привлекати к уголовній ответственності. І якось наказання? 300-500 необлагаємих минимумів. То є 300 – це у нас 5100, і 500 – 8500 – це штраф. Але прошу обратити внимание, що це штраф не административний. Этот штраф предусмотрен як наказання уголовним кодексом, і, соответственно, здесь буде приговор, чоловіка будуть признавати виновним в совершенній преступлений, і, соответственно, у нього судимость буде, несмотря на то, що це всього лиш штраф. І посмотріте, яке вторе наказання по цій статті. Виправні роботи на строк до одного року. Що це значить? Що це за вид такого наказання – исправительные роботи? Він не зв'язан з ограниченням свободи. То є життя чоловіка, ну, скажімо так, кардинально не меняється. Він продолжає жить вдома. Він продолжає ходити на роботу, як і раніше ходив. Але із його зарплату ежемесячно буде удерживатися от 10 до 20% в доход государства. Естественно, у вас сразу вопрос є. Стоп, а якщо я не работаю? А якщо ви не работаєте, то буде штраф. А якщо работаєте, то буде либо штраф, либо вот эти исправительные роботи. І вот максимум, що може бути, це целий год 20% от заробітной плати ежемесячно буде удерживатися в доход государства. На що хочу обратити ваше внимание. Статья 337 Уголовного кодекса України не предполагає наказання в виде ограничення либо лишення свободи. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому що мені вже підписчики писали, що, мол, посмотри, там, какой-то адвокат сказав, що по 337-й є приговори, зв'язані з лишенням свободи. Не може бути таких приговорів. Не може. Почему? Да потому що статтєю не предусмотрена така санкція. І так, перед тем, як ми перейдемо вже к розсмотрению приговорів, які були вважені в августе 23-го року, я хочу вам напомнить, що у мене є телеграм-канал, інформації в ньому більше, і появляється она оперативні, ніж в ютуб-канале. Також я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал є в описіній к данному відео. Ну а тепер к вопросу приговорів по статте 337 «Уклонення від воїнського учета». За август месяц в реестрі я нашел всего лишь 5 приговорів. Причем, що саме інтересне, 4 приговора із 5 були висні одніми тим же судом. І, соответственно, ми с вами сейчас не будем рассматривать все приговори, а посмотрим только один із них. Потому що вони все типові, і більше того, там даже наказання во всіх приговорах одинакове. І так, смотрим. І що ми здесь видим? 21 серпня Рокытнівський районний суд Рівненської області. Іменно, кстати, цей суд і виніс 4 із 5 приговорів. Ссылочку на них я ставлю в описіне кідео, щоб ви змогли зайти, пісмотріть всі ці приговори. І так, що здесь ми находимо? От здесь вся соль, так сказать. Особа, будучи військовозобов'язаним, відповідно до протоколу 11 від 19 року та статті 37 закону про ВО та ВС, зобов'язаний був стати на військовий облік військовозобов'язаних. Далі, отримав повістку про виклик на 16 годину 15 травня 23 року для взяття на військовий облік та був попереджений під особистий підпис про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку. Однак, супереч вимогам закону про ВО та ВС, за відсутності поважних причин особа станом на 5 червня 23 року не прибув у зв'язку з чим ухилився від військового обліку. І так, смотрим, ключові точки. Первое. Ця людина була військовозобов'язаним відповідно до протоколу від 19 року. То есть, видимо, его там еще в 19-м году взяли на учет военнообязаних. Скорее всего, ви сейчас спросите, стоп, если он военнообязаний, как ему вообще становиться на учет? Скорее всего, здесь вопрос в чем? Этот человек, по моему подозрению, не является жителем этого района. Он переехал сюда. И как мы знаем, что если ты переезжаешь, ты в течение 7 дней должен встать на воинский учет, не стал, это фактически есть нарушение. Но это еще административное нарушение. А вот если тебе дали предупреждение, а здесь мы видим, от Рыма в повистку, причем эта повистка не просто повистка, а повистка для взятя на військовый облик. Вот тоже ключевой момент. Это не просто какая-либо повистка, это повистка, в которой должно быть указано, что ты вызываешься для взятя на військовый облик. И був попередженный питпитпис про криминальную відповідальність за ухилення від військового облику. То есть человеку, вручая повистку, сразу же уведомили о возможности уголовной ответственности за уклонение от воинского учета. И соответственно, что было дальше? Дальше. Суд, рассматривая это дело, и поскольку здесь было все понимание, было признание вины и прочее, это было дело рассматривано в спрощенном производстве. И соответственно, вот смотрим приговор. Визнати винуватим у вчиненні криминального правопорушения, предбаченного частиною 1 ст. 337 КК Украины та призначення покарання у вигляді штрафу у розмірі трьохсот неоподаткованих минимумів доходів громадян, що складає 5100 гривень. Итак, еще раз пройдемся. Ключеві точки. Человеку дали повестку про необходимость его явки для взятия на воинский учет. Второе. Вместе с повесткой его предупредили о уголовной ответственности за уклонение от воинского учета. И, соответственно, если он не явился без поважних причин, мы получаем приговор. И как мы видим, штраф 5100 гривен. И, конечно, теперь вот тот вопрос, о котором я говорил, что ошибка. В чем была моя ошибка? Если посмотреть мое старое видео по 337 статье, я вас там несколько запугивал и говорил, что, скорее всего, судебная практика пойдет по какому пути. За каждую неявку по повестке будут давать предупреждение, независимо от повестки. То есть будет повестка для уточнения данных. Не явился, тебе дадут папереджиня, дадут вторую повестку и потом будет уголовка. Но, к счастью, мои вот эти страшилки, они остались только страшилками. К счастью, я ошибся в своих таких оценках деятельности судебной системы. И судебная система не пошла по некому такому расширенному толкованию статьи 337, а пошла именно по, скажем, буквальному толкованию. Вот как написано. Уклонение от воинского учета. То есть, когда человек не становится на учет, хотя должен становиться на учет. И только в этих случаях судебная система привлекает человека к уголовной ответственности. И, честно говоря, это тот случай, когда вот ты рад ошибаться. Почему? Потому что, если бы с учетом военного положения, да, с учетом неких таких политических мотивов судебная система пошла по расширенному толкованию, как я себе предполагал, данной статьи, да, то приговоров было бы гораздо больше. Но, к нашему счастью, все-таки судебная система, невзирая на какие-то там политические моменты, военно-политические моменты, пошла по тому пути, вот как написано в законе и принимает приговоры в соответствии с действующим законом. Если быть точнее, уголовным кодексом Украины. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк, поделитесь им в соцсетях. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.